1 июня 2014 года Пожалуйста, вы вытащите, посмотрите Это официальный указ На 1 июня 2015 года 15 года Отвечаю вам на первый вопрос Напомните Напомните первый вопрос Рассказывай про мафию Вам рассказываю Действительно Часть перевозчиков В том числе и я Были 1 мая Как недовольны Перекрыли выезды Кургина Ничего противоправного мы не делали Больше вам скажу Приехала группа поддержки Кургина Порядка 25-30 человек Пьяных женщин Пьяных Показал, там был его репортер Показал все только, что ему нужно Пьяные Провоцировали нас Подбегали Давали подзатыльники Ругались матом Мы еле сдерживали Никто ничего Даже руку не поднял На чем-то То есть Были попытки провокации Были попытки провокации Мы ничего противоправного не делали Потому что Предприниматель Как мы уже с вами Не имеет права Работать В городском сообщении Значит После приезда начальника ГАИ Валерия Владимировича Мы провели с ним переговоры Он нас убедил Выполнить законные требования Освободить его проезд На что Представитель Кургина Пообещал не ехать на маршруты Не работать Вот он работает сегодня уже 13 дней Мы ушли Подчинились Все с нашей стороны Произошло В рамках законодательства Картина работает до сих пор Коллеги Я просто ответить хотел В 2014 году проводились последние конкурсы В 2013 году проводились последние конкурсы Много переводчиков участвовал в этих конкурсах И может даже сидящие в этом зале То есть Объясните мне Почему не было проблем То есть мы говорим Разделение рынка Это бизнес То есть грубо говоря Мы особенно последний 12-13 год Убедили всех перевозчиков Что надо убирать гробы Надо закупать новый транспорт И не тот Который выпускает Павловский завод Там 27.04 По-моему старую маршрутку А вот эти оранжевые новые удлиненные Хотя бы с экологическими двигателями И тому подобное И разница в ценах автобусов Я вам напомню Миллион двести и два триста А сейчас по-моему они две с половиной стоят Если память не изменяет И перевозчики-то слышат нас И переходят Вы это тоже учтите Что мы-то наоборот Чтобы все перевозчики переходили В том числе и на новый транспорт На новые условия работы И чтобы уважительно К жителям было То есть Но Сегодня нам перевозчики говорят Что закупая новый транспорт Мы не можем Сотрудничать На рынке Быть вместе Там с Коргиным У которого транспорту Там более семи лет Это физически не так Дмитрий Валентинович Хотел отработать пять лет Он прямо в десятом году Это заявлял Но он отработал практически Почти четыре года Ну вот И сейчас что Мы будем говорить Что делить кому-то маршруты Кому-то лучше Кому-то худше А почему вы тогда вопрос В 2013 году не задавали Когда мы разыгрывали Очень много маршрутов Мы что их делили между кем Нет Наша задача Сделать А Безопасное при движении Жителей по Нижнему городу Новгороду Это номер один Обязать всех перевозчиков Соблюдать графики И порядок Как в маршрутках Так и на Пути движения Спасибо У меня еще уточненный вопрос На последний Скажите Вы сказали Что имея лицензию Перевозчик имеет право Возить пассажиров бесплатно Не так То есть Я сказал Ну можно Платно Нет Платно Он будет нарушать Во-первых Без договора Он не может платно возить То есть Это нарушение Во-первых Даже законодательство Административный кодекс Потому что У нас получается Что человек Незаконной предпринимательской деятельностью Занимается Это так А если мы безвозмездно будут деньги давать Ну вот как вы говорили Подайте там на что-то Вот и будет факт Тише Тише Не вопрос Ну давайте Реально Исходите из ситуации Если Каргин будет продолжать Все эти действия На 71 маршруте Вот Никто не задал вопрос Два человека задали вопрос Камракову Что почему нет ночных маршрутов А почему вот там Каргин заявил Сейчас там очень много претензий Камракову На самом деле Он заявил те же претензии Которые есть ко всем перевозчикам Не только И к Каргину Такие же претензии есть Вот Поэтому Это ко всем относится И к Амраков Вот вы поймите Вы сейчас на него Сейчас надавите И скажете Вот У Каргина было все А у Камракова нет ничего Так мы ему и работать Пока не даем Как ему дать работать Он должен вывести на маршрут 30-35 маршрутов Организовать все Хотя бы получать лизинговые платежи Потому что человек Как бы залез там На 50-60 миллионов в долги И в лизинг Чтобы купил новый транспорт А он на это пошел И мы с ним договорились Что будет новый транспорт На этих маршрутках Работать Это все будет Ну дайте хотя бы месяц времени Легко обсуждать Что человек новый В бизнес пришел То есть это бизнес Это нет дележа Я буду рад наоборот Что если наши перевозчики Наконец-то Объединятся в какой-то профсоюз Там Два-три перевозчика Которые будут разговаривать Будут разговаривать с администрацией На одном языке Не с каждым вот так встречаться А встречаться там С активистами Там Допустим Там 30 перевозчиков Второй, третий Это на самом деле Тогда будет диалог А какой минуты в день Александр Юрьевич Сколько вы теряете Что-что Сколько вы теряете Мне бы не хотелось Ребят Я всегда Нельзя ли организовать Для журналистов Некий пресс-тур Где бы мы могли Посмотреть Производственные площадки Ваших Одних из самых крупных Предпринимателей Перевозчиков Стоянки для автомобилей Познакомиться с коллективом Будет Все честно Мы сравним Коллеги Коллеги Вот Просто Это буквально Две недели назад Для депутатов Городской думы Которые возглавляли Гуэхман Это Это и делали То есть И на самом деле Я думаю Что А там А я думаю Что там Что-то было Я не думаю Что не будет Я услышал это Я услышал А мы поможем Если что Андрей Геннадьевич Да нет вопрос Здесь нет секретов Ни для кого Пока секрет Даже сколько работают Вот Да нет Вот секрет Вы просто А зачем Вы же Что значит зачем А вот Вы же Я же Я не зря вас спросил Ну почему вы так реагируете Я спросил А для чего вам нужно Вы говорите А куда вы денете людьми Я дал конструкцию Ну хорошо Вот Савалёв Сколько у тебя людей работает Ну скажи ты цифру У меня работает 242 человека Моя группа компаний Официально Моя группа компаний Вы не прокуратура Еще раз вам говорю Вы не прокуратура Не следственный комитет Ну это хотя бы порядок Но у нас Коллеги 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 Это сорновское Московское направление Если надо было Привезти щербинки сюда Мы бы их привезли Покажите нам эти предприятия Тише Я вас услышу Я вас услышу Работает группа компаний Не только Как вы говорите 72 маршрут Не только 72 маршрут И 47 маршрут И 37 маршрут Один лучший маршрут в городе Конечно похуже Чем 71 маршрут И там работает Как вы говорите В Утбеке Там работает одни русские Я говорил про Утбеки Как говорят многие Так что у вас неправильно Представляете Есть группа компаний У меня маршрут работает Тут на Савельбур Нет Ваше предложение Услышано Да Предложение Привезает Мы организуем Нет Не приезжайте пожалуйста Это специализованная ритм Я услышал вас Мы так и не приезжаем Вот вчера Что решили с Кондрашовым Вот вчера была встреча Перевозим Не всех СМИ позвали Не всех СМИ позвали В том числе На нас У вас сегодня Вот почему сегодня сделано Потому что коллеги Обратились просто После всех праздников Они обратились С утра после оперативки К Кондрашову И попросили Срочно о встрече Поэтому эта встреча Была вот прямо В течение двух часов Вот Поэтому У него был Полчаса Мы сидели По-моему 45 минут Обсуждали вопрос Потому что вопрос Злободневный То есть сейчас Втягивают опять Жители В то Куда не надо Втягивать Это разговор Двух бизнесменов О той работе Которую они должны делать И если они между собой Не договорились И если суд Вынес это решение Почему второй Не хочет уйти Почему-то Один в 10-м году Отстранился И дал Волю Свою В судебных Инстанциях А второй Продолжает Продолжал возить И сейчас Он упрекает Опять А почему Я не должен возить А почему Он не отстранится Даст работать И дальше продолжит В судебных Разбирательствах Если он этого хочет Я же за это вам говорю А почему Андрей Геннадь Тише Вы слышите Вы слышите Я уже четвертый раз Могу сказать Все Господа Давайте Я готов Пообсудить Если Он выслушал Значит Всех перевозчиков Значит Первое Ну Во-первых То что сегодня Пресс-конференция Это уже говорит Об этом То есть Второе Перевозчики То есть Был разговор О том Что Должна Произойти Консолидация Все-таки Перевозчиков Это основное Потому что Те перевозчики Которые вчера По-моему 14 человек Их было Они представляют Там маленькую толику Того Сколько перевозчиков У нас есть Люди Были возмущены Той ситуации Которая По 71 маршрут И они заявили Что если Это будет повторяться То они Оставляют за собой Право Делать Ну Свои Какие-то Противодействия На что Кондрашов Сказал Что Я прошу вас Всех Успокоиться И никаких Противоправных Действий Не предпринимать Это было Основное И Грубо говоря Это будет Пока Все перевозчики Будут воздерживаться Но Какие дальнейшие Действия Круглина Будет Мы не знаем Спасибо большое Андрей Геннадьевич Уважаемые перевозчики Спасибо за участие Коллеги Крестинтеренс Закончено Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok